Здравствуйте, мы возвращаемся в студию прямого эфира на репортере. Меня зовут Григорий Блайд. Сегодня у нас в студии Олег Муратов, начальник южного офиса гос.аудитслужбы. Олег Михайлович, добрый день. Здравствуйте. Рады вас видеть в нашей студии. Да, именно. Спасибо. Два года, спасибо огромное. Два года назад в Украине создали гос.аудитслужбу. Год вы возглавляете представительство этого ведомства в нашем регионе, не только в нашем регионе, но и на юге Украины. Я так понимаю, создано оно было после того, как было расформировано контрольно-ревизионное управление КРУ. Это было только переименование, либо все-таки подходы к работе изменились. Вы знаете, вы, как говорится, своим вопросом уже дали 50% ответа. Да, действительно так сложилось, что скоро мы будем, мы еще как бы вроде совсем маленькие, нам только будет два года. Реально постановление Кабинета Министра вышло 28 октября 2015 года. И действительно 13 числа прошлого года я был назначен на эту должность, как человек, выигравший конкурс. Раньше этой должности не было, то есть я пока первый и единственный руководитель южного офиса гос.аудитслужбы. Жизнь, конечно, на этом не заканчивается. Кроме того, что когда-то было контрольно-ревизионное всем хорошо известное управление, с 2011 по 2015 год эта структура называлась Государственная финансовая инспекция. То есть в своем названии был ответ, то есть это чисто инспекция. Сегодня мы государственная аудиторская служба. То есть есть разные компетенции у службы и инспекции. Сегодня наши компетенции, наверное, более широкие. Я не могу сказать, что они шире в законодательном поле, но в правоприменительном поле и по тем приоритетам, по которым мы идем, мы действительно хотим в первую очередь, чтобы мы были аудиторской службой. Что такое аудит? Аудит это прежде всего анализ, оценка, выдача рекомендаций, контроль за исполнением этих рекомендаций. То есть полномочия де юре остались те же. Ну, скажем, в каких-то направлениях они просто не дописаны, эти полномочия, потому что в части там, допустим, очень важного вопроса по госзакупкам, в законе про публичные закупивли написано, что мы здесь не им в контроль за теми закупивлями. Мониторинг так было написано. Но подзаконного или какого-то другого акта, каким образом регулируется этот процесс, к сожалению, на сегодняшний день нет. Это нас, конечно же, не останавливает. Мы все равно этим занимаемся в рамках того закона, который есть. Потому что я стараюсь, у меня жизненная кредо, что тот, кто хочет, ищет возможности, тот, кто не хочет, ищет причины. Поэтому я вот первую часть этой пословицы всегда использую в своей работе. Понимаете? То есть де юре полномочия не расширились, изменились, скажем так, акценты. Если раньше акценты, прежде всего, это была ревизионная работа, почему так и называлась, и финансовая инспекция, и ревизионное управление, то сегодня это прежде всего вопросы, связанные с недопущением правонарушений в бюджетной сфере. И с выдачей, с изучением финансового состояния крупных вещей. Ну вот недавно, например, мы закончили бюджет, аудит бюджета города Измаил. За 2014, 2015, 2016, практически за 3,5 года. Воруют? Это аудит, и скорее всего здесь вопрос не стоял о том, воруют или не воруют. Но а, недополучают из Киева денег. А, или сами в свой бюджет. Недозарабатывают очень серьезно. И б, неэффективно тратят то, что есть. То есть вопросы, когда мы видим в рамках аудита какие-то серьезные правонарушения, мы тогда включаем и пытаемся еще провести и ревизионные действия соответственно. Хотя в целом, если вот брать картину по городу Измаилу, то я могу сказать, что по большому счету ничего сверхъестественного нет. Но даже ничего сверхъестественного, это за 3,5 года 40 миллионов недополученных доходов в местный бюджет. Извините, ну 2 детских садика по большому счету. Или половина городских дорог. Причем это, скажу так, это те 40, которые мы видим где-то вот действительно более-менее реальные. Я не беру какие-то там, там еще условно минимум 40. Те, которые, я понимаю, что зависят не столько от местной власти, сколько там, например, где-то от фискальной службы, то есть от взаимодействия. Потому что предприятие, которое имеет по старых еще постсоветских правилах акт на постоянное землепользование, оно же ведь не доплачивает бюджет. Потому что, если, что такое землепользование? У нас на сегодняшний день в законодательстве есть два вида. Или это аренда, или это собственность. А что такое пользование? Причем это на сегодняшний день частное предприятие. Это большой вопрос. Поэтому, ну там есть нюансы, то есть это не так просто сделать. Хотя тот, кто знает, как это сделать, все равно мы это делали, делаем и будем делать. То есть нельзя сказать, что 40 миллионов гривен из бюджета Измаила украли? Нет, в данном случае я могу сказать, что их там нет, а они там могли быть. Вот то, что поменялось в подходах вашей работы. Вот это вот как раз есть пример того, что, а если бы мы провели ревизию, ну, наверное, каких-то пару миллионов мы бы нашли того, что, как вы говорите, украли. Понятно. То, что поменялось у вас, понятно. А что поменялось в методах и ухищрениях чиновников, неблагонадежных чиновников, которые, собственно, по мнению многих экспертов, в последние годы занимаются казнократством гораздо сильнее и эффективнее, нежели это было еще 4-5 лет назад. Смотрите. Вот с чем вы сталкиваетесь? Самое основное нарушение. Вопрос понятен. Могу сразу откомментировать, в каком плане. Ну, 4-5 лет назад я занимался немножко другой деятельностью. У меня была задача побольше денег в бюджет принести. Вы сравниваете работу КРУС? Абсолютно. Вот, ну, к примеру, да, несколько слов. Вот в прошлом году за 9 месяцев мы нашли нарушение на 43 миллиона, в этом году почти на 70, да? Вернули и возместили в бюджеты всех уровней. В прошлом году 23, в этом году 58. Как говорится, разница налицо, да? О чем это говорит? Или о том, что стали больше красть, или о том, что стали мы лучше работать? Да, вот, вот, вот. Вот это вот дилемма. Я думаю, вы знаете, что все-таки сложно сказать, что стали больше воровать. Бюджетов-то больше, в принципе, не стало. 16-е и 17-е годы, они сопоставимы. У нас бюджетный прорыв в местных бюджетах произошел в 15-м году. После децентрализации. Совершенно верно, бюджетной децентрализации. Стали ли мы лучше работать? Ну, наверное, не нам судить, хотя цифры вещь упрямая, и они говорят о том, что, наверное, мы поменяли акценты, да? Вот в этих, например, 58 миллионах, наверное, миллионов 25 сидит не того, что украли, а того, что не принесли в бюджет. То есть, у нас очень большой вопрос на сегодняшний день есть. Это вот, ну, например, неуплата поевых взносов, да? Особенно этим грешат пригородные районы, там, Авидеопольский грешил. Уверен, что практически такая же ситуация в Лиманском районе, который мы будем ревизовать где-то начиная с ноября этого года. И не только, вот даже сейчас входами и то с таким вопросом столкнулись, да? В Балтии тоже с таким вопросом сейчас столкнулись, а для местных бюджетов это миллионы, это десятки. Почему они платят? Нет органов, которые могли заставить это делать? Вы знаете, есть две составляющие части. Первая – это наша авось и небось. Вот это правда. Вот могу сказать правду, что не за каждым правонарушением кроется умысел. По моему личному пониманию, где-то может быть умысла процентов 30-40, то есть меньше, чем половина. Ну, вот кто-то не знает, кто-то, ну, например, в городе Болграде закон о поевых взносах, это часть закона о регулировании градостроительной деятельности, был принят в 2011 году. До 2017 года местная власть не удосужилась принять соответствующий порядок и потеряли достаточно значительные деньги только за вот этот вот там небольшой период, который мы аббревизовали, там сотни тысяч гривен. Ну, есть вопросы, да, мы уже работаем вместе с правоохранителями, потому что, ну, например, там попали те объекты, которые принадлежат нынешнему мэру в тот период, когда он занимался предпринимательской деятельностью. Такие забавные совпадения. Да, нюансов очень много на самом деле. Летом на пресс-конференции вы озвучили интересные данные. 40% тендеров по государственным закупкам в нашем южном регионе проводятся с нарушениями. Ну, не секрет, что для многих, для многих чиновников тендер – это едва ли не основной источник заработка. Вот, ну, не, многих экспертов, журналистов в том числе. А можно поподробнее, как реализуются эти схемы и каким образом их удается разоблачать в вашей стране? Смотрите, буквально еще несколько цифр. Мы за 9 месяцев проанализировали по области тендеры почти на 4 миллиарда гривен. Это очень много. Правда, очень много. То есть, если на каждого жителя области раскинуть, то это по полторы тысячи гривен получается. Ну, тендеров очень много сейчас. Значит, нашли нарушений, действительно, как вы говорите, процентов 40 так и остается. По нашим рекомендациям отменили закупки на миллиард 150 миллионов. Это тоже очень много. В прошлом году было 500 миллионов, в этом году миллиард 150 по нашим рекомендациям. Ну, по сути дела, требованиями были отменены. Дальше. Каждый тендер, который, несмотря на наши рекомендации, не был отменен, я проанализировал эти тендеры и направил соответствующие письма не только в правоохранительные структуры, но и мэрам этих городов, включая Одессу, например. Честно говоря, особо отличилось такое управление капитального строительства. Функций воздействовать в процессе на принятие решений у нас не так много. Это, в первую очередь, как говорится, наше взаимодействие с правоохранительными органами. Ну, и работа с органами контроля. То есть, ну, есть УКС, например, условно, да, или какое-то другое коммунальное предприятие. У этого коммунального предприятия всегда есть учредитель. Ну, в данном случае городской совет, да, например. Ну, берем просто КП, например, городские дороги, да? Допустим, да. И я могу сказать, что очень часто бывает так, что, когда ты указываешь на недостатки самому КП, ну, никто же не хочет признаться, вы же понимаете, да, как-то. То есть, приходится включать рычаги другие. Рычаги работы с руководством городов, районов и так далее. Я, честно говоря, уже, наверное, не только я, хотя я об этом говорил давно, что прозора это не панацея. Далеко не панацея, и в этом сейчас все убеждаются. Вы знаете, что грустно, что в абсолютном большинстве тендеров, ну, в преимущественном большинстве сегодня участвуют два, максимум три участника. И то, я вам скажу честно... И многие из них вообще аферированная структура, да, заинтересованными лицами. Ну, кстати, почему два, потому что, ну, если один, то просто надо отменять. То есть, уже как бы наперед, к сожалению, бизнес уже прозора очень много разочаровался. То есть, они понимают, что вот, идя туда просто так, ну, даже с самой низкой ценой, просто отменят тендер, будут второй раз проводить, третий раз проводить. Найдут формальные причины, да. Поэтому здесь мы, конечно, стараемся максимально четко и объективно к этому подходить. Какие варианты? Вы варианты уже сами назвали. Ну, один вариант назвал я. Например, если выигрывает тот участник, которого не хотят, по каким-то формальным причинам тендер отменяют. Еще, но это не самое, как бы, такое... Помните, Львовская компания, 10-ая фонтана, эстакада над продолжением трассы до Пустья. Да, вы сами привели пример. И не только Львовская компания. Бывает у нас вот по Белгород-Днестровску был крупный тендер, там, например, на работы по канализации, там порядка было 78 миллионов стартовая цена. Тот, кто предложил наименьшую, предложил на 10 миллионов меньше, да. И почему ему отказали? Ну, ему отказали, потому что у него там что-то не так с документами. Понимаете, да? Хотя наша позиция была такая, мы увидели, мы сразу написали рекомендацию. Но в данном ситуации, раз уже самому отказали самой низкой ценой, то мы, как бы, не имеем права говорить, что его нужно вернуть в тендер. Для того, чтобы сэкономить деньги, значит, нужно рекомендовать этот тендер отменить вообще и запустить его по-новому. Пускай снова эта структура участвует в этом. Тогда она, по крайней мере, видит, что ее за государственные интересы борются. Бывает еще интересная ситуация, например, это по товарам. Вот по работам, ну, по стройке, как мы говорим, очень редко участвуют больше, чем три участника. Очень редко. То есть, и зачастую бывает даже такая ситуация, что они друг у друга потом арендуют и технику, и все остальное. Вот, 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 это отдельный вопрос, который я хотел задать, да. О том, что у некоторых компаний, которые выиграют тендеры, у них нет ни ресурса, ни техники. И в результате у конкурентов начинается... Все зависит от того, каким образом прописывается тендерная документация и какие квалификационные условия. Все зависит от заказчика. Все начинается со строчки в бюджете заказчика, и украинскую мову называется «Отчикова навартись закупивли». То есть, почему посчитали, что это должно стоить, например, миллион, а не 500 тысяч, да. Почему? На этапе составления плана госзакупок, в принципе, экспертиза, например, даже экспертиза есть далеко не всегда. Потом, экспертиза, она всего-навсего подтверждает, как бы, правильность расчетов. На чем я остановился? Но самые кричащие моменты, вот, следующие. Ну, например, какой-то порт, тендер объявляет на покупку каких-то товаров. Скажем так, честно говоря, очень часто, и мы с этим сталкиваемся, что вопрос, насколько нужна эта покупка в принципе, тоже большой вопрос. Потому что потом говорим, ну, покажите, какие есть остатки. Остатки там бывают и двух, и трех летней давности. Ну, в конце концов, это же государственное предприятие, у него есть финансовый план. Финансовый план крупных госпредприятий утверждается кабинетом министров. Если в финплане есть строчка закупка того-то, того-то, там, ну, без детализации, то вроде бы они должны выполнить этот финансовый план. Правильно? Но дальше начинается самое интересное, потому что, например, закупка там какой-то рабочей одежды или еще, то есть, есть вещи, которые производят много. И производители, и много есть дилеров, и импортеров, и всего остального. И бывает такая ситуация, что вот объявили, что Чиков на варте закупили условно 5 миллионов, да, пошел тендер, реальный тендер вниз. Бывает, что останавливается и снижение цены и 10, и 20, и 25 процентов, иногда даже 30 процентов. И те первые там 3 или 4, которые бились и снижали цену, потом тендерный комитет их под какими-то надуманными причинами пытается выбросить. И оставить тому, кто даже сидел спокойно и ждал. Он подал заявку, он знает, что, он уже догадывается, что всех тех повыбрасывают, а его самой дорогой заявкой оставят. Причем он даже не пытается торговаться. Вот вопросы, получается, к тендерному комитету, конкурсам комиссии, кто их формирует? Каким образом они несут ответственность за вот такие вот непрозрачные действия, как я скажу? Вопрос понятен. Значит, формируют тендерные комитеты заказчики. То есть, если заказчик, например, ну, условно говоря, департамент образования, значит, он формирует свой тендерный комитет. У тендерного комитета должна быть определенная квалификация, определенные сертификаты людей, прошедших обучение. И это у них, как правило, есть, потому что по формальным причинам они всему соответствуют. Ну, а на самом деле, по большому счету, я вам скажу очень простую вещь. Я, например, как руководитель не являюсь руководителем тендерного комитета. Тендерный комитет это обычно или зам там по экономике, или начальник какого-то отдела, управления возглавляет тендерный комитет. Но мы же прекрасно понимаем, что он не является независимым на самом деле. Он не может быть незангажированным человеком. Нет, он может быть незангажированным, но... Он в любом случае действует в интересах начальства. В интересах фирм, которые близки к начальству. То есть, понимаете, здесь, конечно, здесь есть одна очень важная вещь, которую пока мы не получим нормального общественного контроля за этой ситуацией, нам очень много помогает. Вы знаете, у меня в этом отделе работает 7 человек, сейчас 6. И вот эти 6 или 7 человек просмотрели на 4 миллиарда. Нам очень часто помогают общественники, причем, как ни странно, очень часто даже из других областей. Следят за себя. Да, и мы реагируем моментально, потому что это принцип мой. Если человек потратил свое время и усилия, и проанализировал это, ну, наверное, мы должны соответствующим образом отреагировать. Как с этим бороться? Вот вы зададите мне вопрос, да? Да, конечно. Окончательный. Ну, знаете, что я вам хочу сказать? В принципе, я сторонник максимальной приватизации государственных предприятий. Почему? Потому что частник сам у себя воровать не будет. Как бы в данном случае, если мы обрежем вот эти моменты, ну, уже будет существенно. Я скажу, может, не очень популярную вещь, но, к сожалению, у государства есть неэффективный собственник. Но есть другие моменты. И вот сейчас в голову пришло не обязательно приватизировать. Можно акции, например, отдавать в управление, да? Есть масса моментов. Но сегодня наибольшее количество нарушений, об этом говорит и Министерство экономики, и все идет именно на государственных предприятиях. Потому что бюджетное учреждение, все-таки там есть более серьезный контроль. Где-то, и понимаете, там контроль с нескольких. А госпредприятия по закону, ну, у него есть директор назначенный. Часто выигравший на конкурсе. Хотя, честно, к сожалению, у нас сейчас время исполняющих обязанностей. У нас, ну, процентах на 70 крупных предприятий государственных в Одесской области все исполняют обязанности. Это неправильно. То есть, однозначно. То есть, ответственность, мера ответственности, знаете как? Сегодня человек здесь, завтра он там. Его не интересует, что будет через год, через два года и так дальше. Поэтому, здесь, с одной стороны, конечно, есть органы управления, которые должны нести ответственность наряду с директором этого предприятия. Если, например, органом управления является Мининфраструктура, бывший Минтранс, то руководство этой структуры должно тоже нести соответствующую ответственность. Если мы нашли там нарушение, значит, ребята, у вас в этих всех министерствах есть свои аудиторские службы, внутренний контроль, дальше, наглядовая рада и так далее и тому подобное. Контролирующих структур внутри вроде много и никто ничего не видит, понимаете? Ваши действия носят рекомендационный характер. Кому вы рекомендуете и что именно вы рекомендуете? Вот, допустим, вы обнаружили, что тот или иной тендер был проведен с колоссальными нарушениями, но на миллионы гривен. Это реально коррупция в государственных масштабах. По самым большим нарушениям, которые мы обнаружили в результате ревизии, то, наверное, лидером номер один у нас является, как ни странно, Таировская целочная рада, где в результате ревизии мы нашли нарушений на сумму больше, чем 25 миллионов гривен. Вплоть до гражданства, сомнительно, да, руководителя, я помню, да, разговоры. Это предмет того, что, опять-таки, те же застройщики не платили в местный бюджет десятки миллионов гривен. Ну, самое главное, что процентов 75 они уже заплатили. И поверьте, что мы за этим очень тщательно следим и будем и дальше очень тщательно следить. А вообще, в целом, если так заканчиваю, могу сказать, что с другой стороны, даже за последний год, я, даже если мы берем чисто госзакупки, увидел, что, ну, скажем так, качество работы тендерных комитетов все-таки улучшилось. По сравнению? Ну, по сравнению даже с началом года. То есть, да, мы... Больше общественного контроля того самого. Смотрите, мы договаривались так, например, с районами и с областью, с обл. администрацией, что мы сначала их учим, потом через два месяца начинаем проверять. Наверное, то, что мы их учили, и даже по районам ездило, там, прозоро ездило государственное предприятие, их представители вместе с департаментом экономики обл. администрации ездили, проводили семинары по районам. Это дало свой результат. И однозначно дало свой результат то, что в области начала восстанавливаться вертикаль исполнительной власти. То есть, это очень серьезная вещь. Потому что делали, честно говоря, кто хотел и как хотел. Не было контроля. Спасибо, Олег Михайлович, за интервью. Приходите к нам, успехов вам. Оставайтесь с репортером. Счастливо, увидимся. Удачи.